Господи, Матери всех святых, помилуй и ты спаси от нас, как облако человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Анзота Устова. Будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Наконец, все эти повеления Спаситель украшает прекраснейшим венцом, говоря, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 5.44 Матфея. И таким образом возводит учеников своих на высочайший верх любомудрие. Как терпеть за учение, есть высший подвиг, нежели быть кротким, отдавать рубашку и верхнюю одежду. Есть дело более важное, нежели быть милостивым, переносить обиды. Есть высший добродетель, нежели быть праведным, сносить побои и не противиться. Когда понуждают идти, значит, больше, нежели быть миротворцем. Так и среди гонений благословлять гонящего гораздо важнее, нежели быть гонимым. Видишь ли, как Он мало-помалу возводит нас на самое небо. Итак, чего будем достойны мы, которые получили повеление? Ревно состараться об уподоблении себя Богу. А между тем, может быть, еще не сравнялись и с мытарями. В самом деле, если мытареи, грешники, язычники любят любящих, а мы этого не делаем, а не делаем мы этого, когда завидуем доброй славе наших братьев, то какому же подвергнемся наказанию, будучи ниже язычников, тогда, как должны быть превосходнее книжников? Как же, скажи мне, мы можем узреть царство? Как взойдем в его священное преддверие, будучи ничем не лучше мытарей? На это указывает Спаситель, говоря, не то ли делают и мытари? Матфея 5, 46. Что особенно удивительно в учении Христа, так это то, что награды за подвиги Он предлагает повсюду, в великом множестве обещает подвижающимся, что они и узрят Бога, и Царствие Небесное наследуют, и будут сынами Божьими, и подобными Богу, и помилованы будут, и утешатся, и получат многую мзду на небесах. А если где нужно было упомянуть о прискорном, то упоминает об этом кратко. Так что имя Гиены, например, он употребляет в столь продолжительной беседе всего лишь один раз. В других случаях он исправляет слушателя кроткими вразумлениями, убеждая его более увещаниями, нежели угрозами. Аминь. Аминь. Смиром Божьим.